Сквер с детской площадкой на улице Ленина начали обустраивать еще в прошлом году. Жители долго обсуждали между собой, как должна выглядеть территория. И на втором этапе благоустройства по программе «Народный бюджет ТОС» споры не прекращаются. Тротуарная плитка вместо тропинок и новые светильники появились здесь совсем недавно. По поводу освещения вот эти дома уже жалуются. Нам не угодишь. Пускай в спальне темные шторы делают. Я считаю, фонари должны гореть. Пускай горят. Но не в таком количестве. Фонари должны гореть, но не в таком количестве. Это не космодром. Обновленная территория должна устраивать всех, заявила мэр города Елена Авдеева. Поэтому коммунальщикам придется решить проблему с освещением, возможно, затемнить фонари со стороны дома. А также благоустроить клумбу на пустующем пятачке посреди сквера. Еще один светильник предстоит разбить и на площадке во дворах на улице Набережной. Здесь завершился первый этап благоустройства, за который жители проголосовали еще в 2017 году. И на этом работы не заканчиваются. Здесь мы создаваем дополнительные дорожки. Установим малые формы. Но еще кустарник хотели пересаживать. Вот этот кустарник будет пересаживать. Туда границы будут пересаживать. А здесь будут дорожки. И скамеечки. До инициативы ТОСа Советский здесь вообще был пустырь. Теперь появились дорожки, яркий функциональный детский городок и скамейки. Я вот чуть ли не каждый день, через день я прохожу сюда, разговариваю и с пенсионерами, и с детьми. Вот сегодня еще ребенок сам подошел, представился, познакомился. Мне говорят, нравится. Там качели скрипят, говорят, здесь хорошо. С пенсионерами вчера разговаривал, вспомнили про Комсомолский парк. Так вот, здесь тоже приучим себя, говорить, что видите, иногда там шашки поиграть, там, и гармошку растянуть. Всего в этом году в Череповце появится 25 новых объектов. Сюда будут входить детские городки, спортивные площадки, тротуары, скверы, зеленые зоны. Восемь объектов уже завершены. На то, чтобы воплотить в жизнь идеи жителей, в этом году город выделил 38 миллионов рублей. Сегодня мы посмотрели две детские площадки на территории города, в индустриальной части города. Оценили качество проведенных работ, пообщались с жителями, обратную связь получили. Есть отдельное замечание, связанное уже практически с эксплуатацией этих площадок. В связи с тем, что заканчиваем работы в летний период, площадки остались недооформлены. Мы это дооформим. То есть площадки приобретут законченный вид. Проект «Народный бюджет ТОС» помогает преображаться микрорайонам уже пять лет. За проекты, которые будут созданы в 2019 году, проголосовало больше 30 тысяч человек. Анастасия Хаткова, Анатолий Холин. Новости.